На этом уроке познакомимся с понятием вводности как речевой категории. Запишите предложение. Уже наступила весна. А теперь представьте, вы проснулись утром и удивились, что уже наступила весна. Введите в начало нашего предложения слова, которые передадут ваши чувства. Скорее всего, у вас получилось так. К моему удивлению, уже наступила весна. Следуем дальше. Вы несказанно счастливы, что уже наступила весна. Покажите это, используя подходящее слово в середине предложения. Надеюсь, у вас получилось так. Уже, к счастью, наступила весна. И еще немного поразмышляем. Откуда вы могли узнать, что уже наступила весна? Укажите источник информации в конце предложения. Уверена, у вас получилось так. Уже наступила весна по сообщению синоптиков. Мы видим, что добавленные нами вводные слова суть предложения не меняют, но придают оттенок общему смыслу. Необходимо заметить, что членами предложения вводные слова не являются. Рассмотрим предложение и выделим его грамматическую основу и второстепенные члены. Уже, к счастью, ступила весна. Подлежащая, что весна. Сказуемая, что сделала. Наступила. Наступила когда? Уже. Обстоятельства. В предложении еще есть сочетание существительного с предлогом «к счастью». Но мы не можем определить его синтаксическую роль. Значение этого слова нам известно. Чувство говорящего. Радость по поводу случившегося. Наблюдая за различными комбинациями данного предложения, делаем следующий вывод. Вводными называются слова, словосочетания предложения, при помощи которых говорящий выражает свое отношение к содержанию высказывания. Они указывают на источник сообщения, и порядок мыслей. Эти слова грамматически не связаны с членами предложения, поэтому их можно изъять из предложения без потери смысла. В устной речи они выделяются интонацией, а на письме – запятыми. Например, «Утро к нашей радости выдалось свежее и чистое». «Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать до зари?» Вводные слова могут иметь следующее значение. Оценка достоверности содержания сообщения. Различные чувства. Радость. Сожаление. Огорчение. Удивление. Источник сообщения. Вежливость. Привлечение внимания. Порядок мыслей. И их связь. Вводными бывают не только слова, но и предложения. Они вводятся говорящим или пишущим, чтобы выразить свое отношение к сообщению. Без зимы – это вполне вероятно. Весна не казалась бы нам такой прекрасной. Ветви деревьев покачивались от свежего ветра. В дни стояли еще холодные и чуть слышно шептали свою весеннюю песню. Бескраничная, необозримая степь. Многие писатели ее сравнивают с персидским ковром. Весело пестрее цветами. Вы уже заметили, что вводное предложение может выделяться тремя различными способами. С запятыми, тире или скобками. А какой вариант выбрать в каждом отдельном случае? Точных правил здесь нет. Все зависит от того, насколько сильно вы хотите выделить вводное предложение. Самым сильным способом выделения являются скобки. Самым слабым – запятыми. Повторим еще раз. Вводные слова – это слова, помогающие говорящему, пишущему, выразить чувство, свое отношение к происходящему. В устной речи они выделяются интонацией, а на письме – запятыми. Продолжение следует...